Всем привет! Добро пожаловать вам на пару! Равно уже не утро, но мы просто занимались всякими домашними делами И я тут, и Аня. Сегодня ясно, солнечно, прекрасная погода Ну, как всегда, ветер И где-то в районе 23 градусов, по-моему Вот я не знаю, наверное, от дождя, что ли, немножко цветы как-то попадали Ну, может, время пришло Какие-то цветочки вянут Вот эти больше всего поверю Но еще их и Маня грызет Видимо, для очищения желудка А так, в принципе, все равно Мой балкон самый красивый Вчера, вы знаете, к вечеру Ну, дождя же уже не было И горы были прям такие голубые-голубые Вот мне всегда очень нравились картины Рериха Они так передавали цветовую гамму природы И когда-то, когда я в школе училась Ну, вообще я плохо рисовала Я не... Вот в этом плане вообще не могу ничем похвастаться Ну, рисование-то все равно урок рисования был И у нас было какое-то задание Написать, как вы провели... Нарисовать, как вы провели выходной, что ли, что-то такое Но мы ездили в горы И я нарисовала горы Ну, в Алма-Ате, знаете, весной Все в цветах И, в общем, я нарисовала гору Всю такую в цветах Как будто букетики растут И наша школьная учительница начальных классов Мария Порфирьевна Чулкова Вот Елена Бабича знает Она очень строгая была Я ее всегда воспринимала как фашистку Она вызвала мою маму И сказала, что это... Ну, типа вызов обществу даже Ну, в общем, что там такое плохое сказала А мама ее спросила А вы вообще давно в горах были? Потому что она, говорит, все правильно нарисовала Ну, может, не так умело Но все правильно нарисовала Ну, в общем, короче говоря С рисованием у меня как-то никак Зато у меня сын очень хорошо рисовал Просто вообще потрясающе Ну что? Что нытик? Что нытик, мой дорогой? А сейчас я пойду все-таки выложу видео для вас То Аня меня уже даже вчера позорила Я сегодня попробовала тональную основу Новую Ну, она из пробника Исан Лоран Тушекла, по-моему, что-то там Тинт-тинт, что-то такое Но она на, наверное, 3 или 4 оттенка темнее, чем я Но поэтому я решила сделать такой Солнечный а-ля Дженнифер Лопес Макияж Такой светящийся Ну, просто я вас оповещаю Потому что в течение видео Может показаться, что я загорела Я не загорела, это просто вот такая тональная основа Кстати, она очень приятная Очень натуральненько смотрится И очень гладко распределяется Очень приятно Ну, посмотрим, как она будет в течение дня Ой, опять сегодня я много сидела за компьютером И с Аней мы потом разговаривали Еще будем Ой, глаза просто болят ужасно И вообще, видите, сегодня совсем практически ничего не снимала Потому что очень много дел было А вчера на ночь я рассказывала, что никак не могу почистить духовку здесь И вчера на ночь меня торкнуло Ну, не полночи, но, во всяком случае, достаточно долго Я пыталась ее оттереть Потом решила все-таки залить И утром встать ее дочистить Но у меня кроме самой духовки Еще и противень был весь заляпанный Причем так интересно, я вообще не понимаю У меня дома в духовке Стены вообще не были Стенки духового шкафа Не были вообще никогда заляпаны У меня только что-то капало вниз И я уже теперь не вспомню Чем я там прочищалась Все очень легко и просто у меня очищалась Здесь у меня заляпаны стенки Причем еще один Одна загадка природы По какой-то причине только левая И задняя А правая вообще не тронутая Чистая абсолютно Никаких там вентиляторов Ничего я не включаю Ну, в общем, не знаю Короче, утром встала Потерла, опять ничего Ну, что-то немножечко сошлось Сошло Я опять залила Сейчас покажу, какими средствами Ну, и потом, в общем, в принципе Я считаю, что Сейчас как бы мне свет вот включить Вот там сзади только точечки мелкие остались Вот эту стенку я совсем отмыла И противень тоже отмыла Кто же победил в итоге? Вот у меня два средства Какой-то Хорнос И Мистер Мускул Я считаю, победил Мистер Мускул Вот он молодец Достаточно Все Ну, нелегко Но С помощью этого средства Вообще ничего не очищается Так что Теперь я делаю вывод Эту духовку Нужно чистить после каждого использования Иначе можно вообще тут загнуться А на коленях стоять И тянуться к задней стенке Это очень-очень неудобно Вот мои героические исследования Так что Все везде по-разному Не знаю Но мне нужно какое-то средство найти Которое легко и просто бы С загрязнениями боролось Я уже открыла в интернете Кучу всяких рекомендаций Но потом я, может быть, и до них, конечно, дойду Но мне вот приспичило Почистить именно вчера Сегодня мы с мамой разбирали Все, что связано с шитьем Вышивками Ну, до вязания мы не дошли И шитье я еще не рассортировали Но вышивки все закончили с вышивками Все лежит в коробках Кроме вот... Ну, это, в принципе, тоже лежит в коробке Но это вышивки все бабушкины Конечно же, разумеется Мы их сохраняем Это вообще без вопросов Я хотела просто вам несколько показать Но мы вместе с мамой хотели просто Ее здесь нет Во-первых, хочу сказать, что из нас троих Ну, вообще, я тоже вышиваю Ну, конечно же, не так, как мама и бабушка Но тогда из них двоих Бабушка очень лучше гладью всегда вышивала У нее очень красивые вышивки гладью Вот это, к сожалению, не закончено Здесь вот цветочек Цветочка нет Вот, но очень красиво у нее всегда это получалось Все вышивки гладью просто замечательные Вот это... Ну, это не просто вышивка Это вот с того времени, как бабушка занималась на курсах И здесь вот тренировочные такие блоки Тоже сделаны Ну, и вот такие еще Вот такую вышивку нашли Ну, я увидела Я ее, кстати, никогда не видела Вот такая Это тоже бабушка вышивала крестиком Очень плотно А, тут получается двухслойное такое Вот Вот такая вышивка Вот такие кружева Мне кажется, это крючочком сделана Вот такая скатерть Тоже крестиком, тоже с кружевами Вот тоже такие миленькие цветочки Хорошенькие Хорошенькие Это как, ну, такая дорожка тоже на стол Вот такая дорожка Здесь одного листочка не хватает Очень тоже красивая Я вообще не училась гладью вышивать Это для меня просто высшая математика Я не знаю, ракетстроение Мне очень нравится Как выглядит Но я не умею Вот такой гриб У него два грибочка Со стрекозой И это как кармашек такой Миленький Вот еще такая красота Да, конечно, очень красиво Такая птичка Вот такая вышивка Она немножко незаконченная Здесь вот, ну, вокруг Просто рамочка незаконченная Но аналогичная вышивка Ну, это на подушечку Понятно, сделана вышивка Но аналогичная вышивка По-моему, как раз у мамы в Барселоне Это наволочка Вот с такой же вышивкой Бабушкина есть Очень красиво Я сразу вспомнила Как только начала вытаскивать Сразу вспомнила Дом про бабушки У нее там тоже вот кружевы все были На подушечках Разлом Ну, постелены И на там тумбочках Ну, очень-то много воспоминаний Ну, вот это последняя мамина работа Последняя, после которой она уже перестала вышивать Мне кажется, что последняя Вот А у меня есть только одна вышивка Которую я закончила Все остальные я не заканчивала После этого начала заниматься бисероплетением И забила на вышивки Но вот такая вышивка Конечно же, я не сама это все рисовала И подбирала Нитки Это была готовая вышивка Я просто вот По номеркам Вот такую вот штуковину вышила Мне так нравятся эти Мишки Они просто такие трогательные, милые Обожаю их У нас, кстати, есть еще несколько вышивок С этими мишками Например, вот такая вышивка Это еще не открытая Можно будет вышить вот такую штучку Это художник-мишка Но на мой взгляд Вообще, на взгляд человека Который не супер-вышиватель Вот такие наборчики Они, конечно, очень крутые Все подобрано Ничего лишнего не нужно покупать Потому что, ну, когда подбираешь Все равно нитки Все равно лишние нитки остаются Хотя для человека Который постоянно вышивает Конечно же, ничего лишнего нет Но мне нравятся вот такие наборы Все равно Потому что они уже прям готовенькие такие И можно Ну, знаешь, что на 100% получишь замечательный результат Вот этот мишка Он как раз вот из такого маленького наборчика То есть, они совсем маленькие Вот такие А, ну, это, наверное, большая такая вышивка Здесь написано 13 на 22 сантиметра Ну, такая немаленькая вышивка А это 38 на 30 сантиметров Вот А еще У нас есть вот такая лупа Специально вот так вот Можно садиться И, ну, как увеличительное стекло Здесь есть побольше линзочка И поменьше Увеличение Вот, чтобы было удобнее вышивать Вязать там И еще Ну, не то, что нашли Я знала, что они у нас есть И мама тоже знала, что они у нас есть Вот такие Это как пяльцы Но И они еще могут использоваться как рамка Потому что, ну, они как рамочка Как раз сделаны Так Выполнены Я не знаю Сейчас Есть это Фирма Ну, якорь переводится Энкор 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 Я не знаю на каком-то языке Наверное, на немецком Вот Ну, такие прикольненькие Кстати, вот этот мишка Как раз тоже Вот В таком В такой рамке Сделанного Можно прям Вот так вот все закрыть И оп Повесить Ну, мы очень долго Все это разбирали сегодня Конечно, очень много Воспоминаний было Там У мамы мои поделки Из школы еще Вот Пишите, кто у нас любители Вышивок И шитья Я в шите вообще Ну, у меня не Копенгаген Но Ну, вышивать мне очень нравилось Пока я бисер для себя не открыла Вот Более объемное такое что-то Вот А я с вами Увижусь обязательно завтра Я просто знаю, что мама уже Вам сказала до свидания Которое вы увидите После меня Я с вами тоже увижусь завтра Целую и обнимаю Все Больше сегодня рассказывать не о чем А Я еще сегодня выложила видео На своем канале И Кто хочет Проходите Смотрите Это Видео О результатах Применения Ухода за волосами От керостаз Кто-то спрашивал Поэтому Я вас тоже всех очень люблю Потому что вы будете у меня в этом понедельник И у Ани вы будете И Мы вас очень любим Обнимаем вас всех крепко-крепко-крепко-крепко И желаем вам доброго утра Счастливого дня И спокойной ночи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok